Всем привет, дорогие зрители! Сегодня у нас на столе настоящее сокровище из недр китайской инженерной мысли. Вот она, камера наблюдения, а на ней две антенны, которые с виду пластиковые, но это вам не просто пластик. Это высокомолекулярный сигналоакцептированный композит со специальной добавкой, притягивающий эфир, ну, почти как кофе утреннюю лень. Именно с ним мы сегодня сделаем настоящую антенну, способную ловить не только каналы, но и ваше уважение. Для сердцевиной конструкции я использую кусочек старого, ну, честного коаксиального кабеля. Он уже пережил пару десятков антенн, но, как говорится, кто старое бережет, тому ютуб просмотры зачтет. Отмеряю ровно 20 сантиметров, ни больше, ни меньше. Это же не макароны на глазок, это наука. Здесь каждый миллиметр может решить, ловим мы первый канал или соседей на балконе. Кусачки, кстати, тоже повидали жизнь. Отрезаю с чувством, с толком, с расстановкой. А теперь, друзья, наступает священный момент любого антеннщика – зачистка кабеля. Берем наш коаксиальный отрезок и аккуратно снимаем верхнюю изоляцию. Не торопимся, не рвем, мы же не в лесу, где все делается топором. Здесь важна ювелирная точность, почти как у хирурга, только вместо скальпеля ножик с рынка за 80 рублей. Далее аккуратно отгибаю оплетку, а вот это, друзья, и есть то самое волшебное решето, которое отфильтровывает шумы, космос и здравый смысл. Скручиваем ее в хвостик, аккуратный, но прочный. Сделали хорошо. Теперь берем F-коннектор и начинаем процесс облагораживания. Не просто насадить, а чтобы он вошел с уверенностью, но без фанатизма. Проворачиваем, поджимаем и тут главное не переборщить, чтобы не загнать его до упора в пятое измерение. Подрезая лишнюю оплетку, выравниваю края. Это как парикмахерская для кабеля, каждый элемент должен быть на своем месте. Иначе потом в комментариях придет человек с аватаркой трансформатора и все нам объяснит. На другом конце та же история. Зачистка, формовка, философия руками. Нам важно, чтобы все выглядело красиво, ведь даже если это простой кусок провода, он будет передавать сигнал с достоинством. Проверяю надежность, потянул, держится. Значит передавать будет. Идеальное расстояние между коннекторами 15,5 см. Это не просто цифра, это резонансный минимум для максимума. Антенны из той самой камеры 10 см. Что между нами говоря, очень даже близко к диапазону сотового сигнала. Совпадение? Не думаю. Беру остатки медной проволоки от старых самоделок. Да-да, они уже были частью одного великого проекта. Идеальная длина 10 см, как у заводских антенн. Это не просто так. Это, как говорят в секретных лабораториях, резонансное золотое сечение для бытового успеха. Отмеряю, отрезаю, и каждый щелчок-кусачек, как нота в симфонии самостоятельного телевидения. Старый проект ушел, новый начинается. Главное не перепутать полярность вздохновения. Левый кусок пойдет в левый канал, правый в правый. Хаос – враг сигнала. А теперь на сцену выходит сплиттер. Это сердце схемы. Один вход, два выхода. Сигнал уходит по центру, а по бокам его будут ловить наши усы, в смысле антенны. Беру первый кусок медной проволоки, вставляю его в выход сплиттера, и вот оно, разочарование инженера. Проволока там не держится, просто болтается, как и обещание о Wi-Fi на даче. Ну что ж, если завод не подумал, думаем мы. Берем маленькую отверточку, ту самую, которая когда-то спасала часы, пульты и уважение в глазах соседа. Аккуратно подгибаю зажимные контакты внутри сплиттера. Делаем все по-умному, без клея, без колхоза. Проволочка должна войти плотно, как инженерная мысль в голову дедушки и радиолюбителя. Чуть-чуть, но уверенно. Пара движений и все. Теперь держится так, будто тут и родилась. Вот она, сила точечного подхода и отвертки за 30 рублей с блошиного рынка. Вставляю обе проволочки в поджатые выходы сплиттера. Теперь они заходят четко, с усилием, как ключ в замок советской двери. Никаких люфтов, никаких, а вдруг выпадет. Все по-взрослому. Проверяю надежность. Да, держатся они теперь так, будто сам ГОСТ на связи одобрил. Можно и на орбиту запускать, но мы пока ограничимся телевизором. А теперь момент истины. Подключаю коннекторы к нашему сплиттеру. Они заходят как надо, плотно, с винтовым характером, как будто всегда были частью этого устройства. Закручиваю, не просто так, а по спирали инженерной судьбы. Тут не нужно перетягивать, иначе появится эффект излишнего сигнала, который потом придут комментировать знатоки с аватаркой осциллографа. Все, друзья, контакт установлен. Это уже не сплиттер, это антенна в стадии пробуждения. А теперь магия. Надеваю на наши проводники антенны из того самого пластика, который по легенде используется в спутниках. Он как будто не принимает сигнал, он его в себя вдыхает и передает телевизор с характером. Так работает пассивное усиление, если вы понимаете, о чем я. Эти антенны не просто пластик. В составе используется сигнальный полимер, усиливающий прием волн. Такой материал применяется даже в промышленной и авиационной связи. Подключаю наш хвостик из кабеля к входу сплиттера. Именно по нему сигнал будет идти прямиком в телевизор, минуя все преграды, бетон, жесткую критику и здравый смысл. Без этого поворотного бойца никуда. Г-образный коннектор, как локоть в подворотне, всегда придет на помощь, если пространства мало. Принцип простой. Антенны ловят сигнал из воздуха, медь передает, сплиттер направляет, а телевизор говорит спасибо, брат. По сути, эти антенны впитывают эфир, как губка в воду и направляют сигнал прямо в кабель, минуя жалость из соседа с фольгой на балконе. И вот, время настало. Достаю TV-тюнер. Подключаю питание. Подключаю HDMI к тюнеру. И вставляем нашу антенну. И мысленно прощаемся с кабельным телевидением. И вот, друзья, каналы есть. Из воздуха, из проволоки, из недооцененного пластика с камеры наблюдения. Вот и все, друзья. Если вам понравился этот эксперимент, жду вас в комментариях. Пишите, спорьте, восхищайтесь, хейтите. Вы, как всегда, у меня красавчики. А кто еще не подписан, пора стать частью нашей DIY-армии. Каналы ловятся без тарелки, без подписки и без магии. Просто проволока, пластик и немного смекалки. А если это работает у меня, значит сработает и у тебя. Всем спасибо. До следующих антенн. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok